Привет, я Лена Ангел Виль, вы на канале Ангел Виль Тойз, и сегодня у нас распаковка и обзор голубой феи из мультфильма Pinocchio and Friends. Ангел Виль Тойз! Огромное спасибо компании Носиха Катан, или по-русски Маленький Принц, за то, что предоставили мне эту красотку. И вон у нас стоят несколько Pinocchio, которых я покажу чуть попозже, в мою коллекцию. Если вы живете в Израиле, вы это можете сделать по ссылке в описании. Если вы не живете в Израиле, то все, что могу посоветовать, это искать ее по названию в ваших локальных магазинах, может быть, там ее все-таки продают. Сюжет Pinocchio уже стар как мир, все его либо читали, либо смотрели, и вкратце знают, что есть такой папа Джапето, который хотел, чтобы у него был сын из волшебного полена, освоял себе мальчика, пожелал на звезду ночную о том, что хочет, чтобы у него был сын. И вот прилетает эта голубая фея, которая оживляет Pinocchio, но не делает его мальчиком из плоти и крови, а впускает душу в деревяшку, которая начинает двигаться и разговаривать. Ну и, конечно, как мы могли забыть про Сверчка, которого, собственно, голубая фея и отправила следить за Pinocchio. И вот Pinocchio and Friends это мультсериал, который создан в частности для детской испаноговорящей аудитории. В этой истории, в отличие от всех остальных, у голубой феи гораздо больше экранного времени, она встречается там чуть ли не в каждой серии. Причем мы знаем о ней немножко больше, чем в других историях, потому что в данном случае она живет с собакой, Мидоро, а еще у нее есть домохозяйка-улитка по имени Агнес. Там, помимо них, еще есть куча всяких персонажей, в которых я не вижу смысла углубляться, кроме одной девочки. Ее зовут Фрида, и она кукла. Кукла плюшевая, которую, мне кажется, добавили, чтобы был персонаж на уровне с Pinocchio, чтобы он, может быть, не чувствовал себя таким одиноким. То есть он мальчик из дерева, а она девочка из ткани. Pinocchio, естественно, главный герой, он проходит разные приключения. И вот для того, чтобы у него был наставник, с которым можно было посоветоваться, у нас и есть эта голубая фея, которая постоянно его наставляет. И там чуть ли не в каждой серии она дает какой-то полезный урок, чтобы этот мультфильм, который все-таки сделан для детей, этих детей подталкивал к каким-то правильным и хорошим мыслям. В принципе, я могла бы открыть эту куклу в шорт, потому что я бы не сказала, что о ней есть очень много о чем поговорить. Но это единственная кукла из всех игрушек Pinocchio and Friends, которые вообще выходили. Так что фее, наверное, повезло. Я бы очень хотела увидеть Фриду в кукольном варианте, но, увы, есть что есть. Так что сегодняшний обзор это моя возможность показать еще некоторые игрушки из Pinocchio and Friends, которые у меня есть. Но они как бы куклы, но как бы не совсем. В основном персонажи мультфильма выпускаются в таких фигурках маленького размера. Фриду там тоже есть. Мне подарили, опять же, от маленького принца вот эту вот парочку, папу и сына. Я даже порыскала среди своих маленьких фигурок, поискала ему подружку, чтобы ему без Фриды не было одиноко. И посмотрите, как хорошо он смотрится с этой страубери-шорткейк. Главной жемчужиной во всей линейке был большой Pinocchio. Если на него накричать... Я кричу! Я бы не включила. Вот так! То у него вытаскивается вперед нос. И чтобы нос вернулся, его нужно погладить. Но голова у него нечувствительная, поэтому надо гладить по щекам. И в итоге нос возвращается обратно. Чтобы вам понятнее было размер, вот вам рядом манилопа от Ralph Breaks the Internet. Они по телу, в принципе, довольно близки. Они на чуть ниже, но у нее гораздо больше голова. Знаете, этот Pinocchio это такое сочетание вроде человека, а вроде еще мальчика из дерева. Вот, например, если взять Cedarwood, то у нее очень сильно прослеживается текстура дерева и в лице, и в каких-то элементах в руках и ногах. У него как будто бы человеческая кожа. Но если посмотреть на его руки и ноги, то видим вот эти вот как будто бы шарниры, которые совершенно не сгибаются. Можно было бы придраться, но он мне нравится, в принципе, такой, какой он есть. Ну, а если сравнить всех вместе, то получается, что кукла как раз среднего размера между маленьким и большим Pinocchio. Ну, и последнее сравнение. Когда я смотрела на ее лицо, у меня из головы не выходила одна мысль. Regal Academy, Regal Academy, Regal Academy. Я думаю, нет, ну почему мне так сильно кажется, что это кукла Regal Academy, если она вообще по-другому выглядит? И тут я достаю из своей коллекции куклу Regal Academy. И я понимаю, что это тот же самый молд и, более того, то же самое тело. Все, что мне сейчас остается, это открыть коробку, сравнить их и очень надеяться на то, что где-то в теле все же у них есть отличия. Кстати, фон куклы из мультфильма. Бедная кукла. Я не знаю, как она там выдержала сидеть в этой коробке, потому что нам было показано, что до конца юбки заканчиваются ее ноги, но оказывается, их поставили вообще как-то буквой ЗЮ, непонятно, чтобы они сложились и под эту юбку попали. Обратите внимание, что с куклой идут две волшебные палочки. Давайте все-таки посмотрим, как ее тело выглядит без одежды и такая же ли она, как Royal Academy. Ну, сейчас уже без одежды, невооруженным глазом видно, что это два абсолютно одинаковых тела и молда. Единственная разница в том, что у принцессы лягушки прокрашены трусики, у феи с голубыми волосами нет. Ну и хотя бы маркировка сзади на спинках отличаются, там и цвета разные использованы, и по-другому все перепечатано. Вот, чтобы вам нагляднее было видно, что происходит на спинке. Личное мнение, что у этих девочек очень хрупкие тела. Главная их проблема это шарнир в ногах, он очень-очень хрупкий. Я вот, например, чтобы просто показать вам сейчас на обзор свою принцессу лягушку, пока снимала с нее штаны, уже сломала ей шарнир в ноге и долго его пыталась потом восстановить. Сейчас он более-менее рабочий, но все равно я на него стараюсь не дышать. Для удобства переодевания этим куклам можно снимать кисть или прям целый локоть. Из-за того, что печать настолько разная, ты не сразу определишь, что эти куклы находятся на одинаковых молдах. Но все-таки чуйка меня не подвела, когда я взяла в руки эту куклу. И я прям себе до последнего не верила, что это правда один и тот же молд. Подводя итог, я очень рада, что у меня в коллекции появилась эта голубая фея. Несмотря на то, что тело и молд похожи на Regal Academy, она все равно довольно особенная, ведь она была единственная в коллекции Pinocchio and Friends, в единственном варианте, больше аналогов ее нету. И в коллекциях других моих знакомых коллекционеров, не русскоговорящих, не ивритоговорящих, я ее еще ни разу не видела. И когда я показала ее в ролике, что вот мне такую предоставили на обзор, я получила очень много вопросов, связанных с ней, и люди действительно хотели увидеть ее распаковку. Поэтому, да, она классная, и она моя. Это все, что я хотела рассказать вам о голубой фее из Pinocchio and Friends. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, и, конечно же, писать в комментариях, что вы думаете по поводу куклы и мультфильма. Еще раз огромное спасибо компании Маленький Принц за эти шикарные подарки. Я пойду полюбуюсь ей в одиночестве, а вы пока любите игрушки, живите в сказки, верьте в чудо, а мы с вами увидимся очень скоро в новых видео. Пока-пока!